Всем привет! Ну вот долгожданный апдейт по поводу того, что у меня происходит в ШАДе. В ШАДе у меня происходят три курса. Машинное обучение, статистика машинного обучения и питон. В этом семестре, к сожалению, у меня сильно меньше времени на учебу в ШАДе, поскольку много времени занимает ФЛЕС, особенно получение образовательной лицензии, которой мы сейчас активно занимаемся. В результате, мое обучение в ШАДе сейчас стало практически заочным. Я не хожу больше на лекции и семинары, лишь иногда встречаюсь с друзьями, когда мы обсуждаем какие-то домашки. В связи с этим, хочу рассказать про разницу очного обучения и заочного. Потому что люди часто спрашивают, а вот зачем мне идти учиться на заочку, например, потому что там она гораздо хуже котируется, или там не такое серьезное обучение, и тому подобное. Вот эти мифы я хочу развеять, и хочу рассказать, а зачем вообще тогда идти на заочку, поскольку я сейчас сам ее как раз испытываю. Так вот, во-первых, что касается контента. Очка от заочки не отличается. Те же самые домашки, те же самые видеолекции, те же самые материалы, все то же самое. То есть вся та жесть, через которую нужно пройти и на очки, вы проходите и на заочки тоже. Поэтому качество здесь не падает нисколько. Первый момент. Второй момент, касательно лекций. Да, вживую на заочке их не послужишь. Но с другой стороны, я по себе заметил, что вживую лекции слушать и нет большого толку. Поскольку нельзя промотать быстрее вперед, если слишком скучно, нельзя отмотать назад, если что-то не понял. Вопросы задать можно, да, но вопросы очень удобно задавать в телеграме, в чате. Поэтому лично я для себя решил, мне гораздо удобнее смотреть видео лекции и задавать вопросы в чате, чем ходить на живые лекции. Третье, по поводу времени. Конечно, гораздо эффективнее быть на заочке и учиться по видео лекциям и не тратить время на дорогу, чем ездить в ШАД. Даже несмотря на то, что у нас новый офис сильно ближе к ШАДу стал, чем раньше. Сейчас мы на Ленинском проспекте сидим, мне буквально 30 минут дойти до ШАДа. Все равно время тратится. А еще лекцию нужно послушать, а еще за лекцию нужно прийти заранее и тому подобное. В общем, запросто на одну лекцию можно потратить часа два с половиной. Это много. Здесь заочка, или такой метод обучения, который я сейчас выбрал, сильно выигрывает. В чем же проигрывает заочка? Заочка проигрывает в общении с людьми. Все-таки, когда ты не ходишь в ШАД, ты ни с кем толком не общаешься, ты все домашки делаешь самостоятельно. Ну, ты как бы и так должен делать домашки самостоятельно, понятное дело, но всегда есть возможность обсудить, когда ты находишься в ШАДе. Если же ты не бываешь там, ты обсуждать особо ни с кем ничего не можешь, разве что иногда списаться по телеграмму, но все равно синхронизировать процесс обучения очень тяжело. В итоге получается очень скучно сидеть самому, зубрить домашки, и кроме того, не получается выстраивать отношения с людьми так, как хотелось бы. А ведь в очном обучении отношения с людьми, с которыми вы учитесь, и которые сохраняются потом многие годы, это одна из ключевых, вообще самых крутых вещей. Поэтому, подводя итог, с моим опыта очного и заочного обучения скажу так. С точки зрения контента заочка классная. С точки зрения экономии времени тоже классная. С точки зрения общения с людьми нет, потому что общения с людьми не хватает. В итоге, если у вас есть время, возможность позволить себе учиться на очном отделении, то это прекрасно, и значит нужно туда идти. Обязательно. Это очень круто. Если нет такой возможности, то заочка тоже очень крутая, она классно котируется, поскольку там вы страдаете, учитесь, делаете все то же самое, что на очке, и ничем не хуже, чем ваши друзья с очки. Поэтому идите туда, если нет возможности на очке. Ну что, вроде бы я все рассказал про шат пока что мог, но если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, сразу с них отвечу. А, да, кстати, начался отбор в шат как раз буквально несколько дней назад. Очень советую пойти посмотреть, там изменились требования по отбору, поэтому придется кое-что дополнительно поботать. Готовьтесь. А, ну и, конечно, подписывайтесь, кто еще не успел это сделать. Я вам буду очень благодарен. Все, до связи, ребят. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok